Налить на крышах, заснеженные дворы, непроходимые тротуары и сильно зауженные дороги. В то время как дорожники отчитываются в администрации об очередной успешной приборке Кирова и хвастают большим количеством техники, жители города бьют тревогу. Передвигаться по улицам становится все труднее и опаснее. Общественники уже создают горячие линии по плохой уборке снега со дворов. Ведь картины у кировчан и чиновников совсем разные. Все подробности материали. Власть надо нашу выгнать сюда, товарищей депутатов, и же с ними, и чтобы они по дворам по нашим прошлись и посмотрели. Пригласить их в наши дворы заглянуть, а не в свои. Жители дома на Пугачево-14Б видели снегоуборочную технику в своем дворе с начала года лишь однажды. Да и то, говорят, прибрали как попало. На дороге снежная каша и большая колея, проехать по которой на обычной легковушке непросто. Но еще сложнее ситуация с парковкой. Местные автомобилисты из-за снега вообще не могут выехать из своего двора неделями. Я, например, неделю не могла выехать. Да, мне надо было по работе. Вот я не могла в субботу выехать. Тут все буксуют. Звонили в домоуправление. Они говорят, когда очередь дойдет. Пытались сказать, что вроде через сколько-то часов должны после. Опасность для пешеходов во дворах создает и налить на крыжах. Дом на улице Щерса 41, по словам местных жителей, еще неделю назад оброс большими сосульками. Аккурат под ними тротуар, по которому ходят люди. Прохожие уверены, сбивать сосульки начнут только после того, как кто-то пострадает. Убирать должны, ну, видимо, никому до этого дела нет, пока на голову не упадет. Соответственно, опять уголовные дела. Очень опасно. Это вот упадет и все. Это же все, реанимация. Ждут, когда будет опять какой-то несчастный случай. И тогда сразу же все зашевелятся. И все сразу же начнут там все сбивать, везде начнут люди ходить. А на Калининой 4 огромное налить обвисло на всех балконах первого подъезда. Жители дома говорят, такие сосульки здесь каждую зиму. Все потому, что на крыше вот теперь скапливается вода. А управляющей компании, по словам жильцов, до этих проблем нет дела. Когда я сегодня пришла в управляющую компанию, после того, как уже аварийную вызывали и все, они говорят, а наконец-то мы вас можем оштрафовать вот за эти балконы. Ну, дескать, у вас с балкона, потому что вы засеклили балконы, у вас с балкона течет вода. Они ищут причину, как бы это себя списать. ЖКХ наше работает на букву. На эту же букву, по словам жителей города, работают и дорожники. На двухполосной улице Левитана, например, после снегопадов только одна полоса. На второй огромные сугробы. А по бокам узкие, протоптанные пешеходами тротуары. Тем временем широкий Октябрьский проспект стал настолько узким, что по нему едва умудряются ездить троллейбусы. Вместо парковок, сугробы, ряды машин расположились вдоль дороги. Ничего не очищено. Что-то дворников, видимо, совсем нет. Раньше дворники как-то лучше было, а сейчас, я не знаю, все сходит, что спецтехника, но где вот она спецтехника, видели, нет. Претензии, конечно, есть. Не чистят дороги. Тротуары вообще не чистят. На дороге где-то на центральной еще обращается внимание, а что второстепенные дороги, те не знаю, когда на них дойдут. Жалобы на откровенно плохую приборку города поступают и в социальных сетях. Горы неубранного снега на улицах Комсомольской, Крутикова, Ленина, Милицейской, Строителей, Упита, Роза Люксембург. Не прибранная и на набережной Грина. Но дорожники, по всей видимости, наблюдают другую картину. Сегодня в городадминистрации они отчитались о том, что на улицах в снегопады круглосуточно прибирается аж 200 единиц техники и больше 100 рабочих. Это якобы в три раза больше, чем обычно. Правда, признаются, что в основном подрядчики прибираются только на центральных дорогах, забывая о второстепенных. За данный период времени, наверное, у нас пострадали второстепенные узкие улицы, которые особенно находятся в центральной части города. Действительно, это подрядными организациями было допущено. Сами они признают данный факт, что все основные усилия были брошены на центральные улицы. Соответственно, по результатам данной работы, в том числе и тем подрядным организациям, которые допустили, в том числе неуборку второстепенных улиц, более узких улиц, будут приняты по результатам штрафные санкции. Что касается опасных сосулек и куч снега во дворах, в городадминистрации, говорят, в ходе рейда выявлено больше ста нарушений. Правда, управляющим компаниям направлено только 50 протоколов. А вот представители общественного контроля уже запустили горячую линию для кировчан. По ней в ближайшие дни можно сообщить о забытых управляйками дворах. Артем Миронов, Александр Марченко, информационный канал «Город».